У меня все так трудовое очко, выездное. И в то же время оговорюсь, что поддержка болельщиков своих, которые приехали на матч, достаточно большое количество, мы не особенно ощущали, что мы играем на выезде. Поддержка была такая, что они сами помогают, помогают энергетикой, помогают давлением на соперников, в том числе, наверное. По крайней мере, нам очень приятно, мы им благодарны. Если протекают матчи, в первом тайме у нас получились хорошие трески для доминирования. В один мяч он, очень долго мячом владели фрагментами, там у него скалоскутно, а в то же время правильно действовали. И были фрагменты хорошие, атаки были перспективные. Такая игра была в первом тайме достаточно позитивная для нас. Но там все-таки за бедами динамо-силена, все-таки уже смола, липовой, у нас ребята подсели, а замен таких атакующих лет не хватает. Мы большей группы решили заборозить чуть-чуть, и в конце его быстро-третье-третье-третье-третье, чтобы фланги прикрыть, потому что фланги были активны очень. Вот, они прикрывали фланги, и в целом, в принципе, давление было небольшое, но таких явно умствоверных, но динамо не было. Был хорошо вид, надо было сбивать, после удара от спала, добивание шло, но, к сожалению, и беззаварен. Такое трудовое очко, я жила так. Много трудились, много работали, поле сложное, что скользкое очень, мяч не всегда правильно обрабатывали. Ну, это издержки футбола. В целом, доволен ли очком, не доволен ли, не на одежде балла голову, пока не сегодня вообще в целом. Учитывая, что команда много, сейчас ломбеет мячом, и постарается играть высоко, и много прессинговать, а голов нет. И главное, что есть возможность для взять, есть эффективные атаки, но голов нет. Немножко это увеличает, и ясно, что нужно при тренировочном процессе, сейчас будет пауза, и буду нацелить на взятие ворот, на умение забивать тресловых тикованцев. Продолжение следует...